Встреча с Виктором Ивановичем Встреча с Виктором Ивановичем Встреча с Виктором Ивановичем Его называют по-разному системный, связанный с разрушением социализма или с реставрацией капиталистических отношений. Потом был так называемый черный вторник, черный четверг, банковский кризис, денежный кризис. Но в прошлом году, и особенно в этом году, мы столкнулись с типичным, с характерным экономическим кризисом. Значит, какой бы ни был капитализм прошлого века, позапрошлого века, с какими бы особенностями, российский капитализм, американский, германский, французский, экономические кризисы всегда преследовали капиталистические производственные отношения. То есть экономические кризисы объективно присущи капиталистической экономике. И вообще, это отмечают все ученые и маркетингового направления, и буржуазные экономисты, что капиталистическая экономика движется циклами. И кризис является наиболее такой характерной, наиболее рельефной, неприятной частью этого цикла. Поэтому движение капиталистической экономики от кризиса до кризиса и составляет капиталистический цикл. Вот первое простейшее определение, на котором можно акцентировать ваше внимание. Из чего мы начнем? То есть, еще раз повторяю, любая капиталистическая экономика движется циклами. И наиболее такая характерная фаза цикла – это кризис, экономический кризис. То есть экономический кризис характеризуется прежде всего, это падением промышленного производства. За падением промышленного производства это безработица. Значит, стагнация производства или, скажем так, недоиспользованные производственные мощности, уничтожение части производственных мощностей – вот, так сказать, основные проявления кризиса. И прежде всего, вот те проявления, которые, так сказать, неприятны для рабочего класса. За кризисом что идет? Ну вот здесь можно провести такую известную аналогию с медициной. После кризиса, если человек не помер, начинается процесс выздоровления, он идет очень медленно. То есть сначала идет депрессия, когда вроде бы уже и падения нет вниз, кризисное явление не углубляется, но и нет подъема. И эта фаза депрессии очень длительная. Затем идет оживление, то есть некоторый небольшой подъем экономики. Ну то же самое, когда человек заболел, так сказать, серьезной болезнью, наступил кризис, и вроде бы болезнь прошла, но идет длительный процесс выздоравливания. И затем идет резкий, быстрый экономический подъем. После подъема снова кризис. Вот в двух словах, что из себя представляет капиталистический цикл. Немного истории. Ну вот, первый экономический кризис был зафиксирован и описан в далеком 1825 году в Англии. Первый мировой кризис, 1847 год. Это то время, когда Маркс и Энгельс написали манифест коммунистической партии. То есть первый мировой экономический кризис. И затем раз стабильно, один раз, где-то 8-10 лет, экономический кризис поражал либо всю экономику, либо большинство разных государств. Самый глубокий экономический кризис во всей мировой экономике капиталистической получил название «Великая депрессия». И он длился с 1929 до 1933 год. Значит, он характеризовался почти 50% сокращением промышленного производства, громадной безработицы. То есть было состояние, когда капиталистический мир стоял на краю гибели. И на этом фоне, на этом фоне бурное, стабильное, планомерное развитие советской экономики. Советской экономики. Поэтому, немного забегая вперед, я хочу сказать, что вот падение промышленного производства, падение промышленного производства, скажем, в современных странах, вот об этом пишут. Последние данные, которые я встретил в открытой печати, что в этом году, в 2009 году, за 9 месяцев падение производства в России составило порядка 14-15%. В разных странах по-разному. 10%, 9%. Но вот как-то не особо любят говорить наши средства массовой информации, а что в другой части мира, скажем, в Китайской Народной Республике. А там плюс. Единственное, что, поскольку Китай фактически один в мировой капиталистической системе, да, в Китайской Народной Республике, ну, там померечь, я не беру, просто он как основной. И, безусловно, влияние мировой капиталистической экономики сказывается на Китай. Он только дает, 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 за эти 9 месяцев не 15, 12% рост, а 6-7% рост. То есть, вот, показательные примеры разных, так сказать, противоположных мировых экономических систем и то, как они развиваются. Как развиваются. Значит, в чем причина кризисов? Вот сейчас, если брать нашу прессу, наши свободные мнения, пишут тут все, что угодно. Все, что угодно. Я думаю, мы должны, так сказать, опираться на классические исследования, классиков политической экономии, начиная от Адама Смитрия и Карда, и, конечно, прежде всего, Карла Марса, который дал наиболее полный, детальный, глубокий анализ цитатистической экономии. И здесь я могу порекомендовать, вот, очень хорошо, спасибо. Можно я покажу? Доклад, подготовленный Аркадьевичем Тюркиным и Михаилом Сеевичем Поповым на конференции научных кризис, называется «Особенности современного мирового капиталистического экономического кризиса и специфика его проявления в России». Наиболее такой глубинной причиной кризисов называют основное противоречие капитализма. это противоречие между общественным характером производства и частной формой присвоения. Ну вот, это наиболее такая глубокая характеристика, конечно, я постараюсь максимально популярно пояснить. Ведь каков характер производства при капитализме, где господствует частная собственность? Общественный характер. То есть капиталистическая экономика носит общественный характер. Потому что все капиталисты, частные, мелкие производители, средние, крупные производят не для собственного потребления, как сказать, в феодальном поместье, а на рынок производят на общество. Но это производство, это общественный характер носит косвенный. То есть он сначала произведет, потом вынесет на рынок, и рынок скажет, купит твой товар или не купит. В отличие, скажем, от непосредственно общественного характера социалистического производства, для примера. Ну вот, у писателей Линн есть такое популярное изложение. Вот этого явления я постараюсь вам вспомнить. У мистера Фокса завелся миллион долларов. Но деньги не должны лежать без дела, они должны приносить прибыль. И вот мистер Фокс усиленно ищет, где найти им применение. Его агент рыщет по разным городам, и вдруг находит шляпы. Вот куда надо вложить деньги. Производство шляп. В стране не хватает шляп. Это очень прибыльное и выгодное дело. Извините за тавтологию дела в шляпе. Мистер Фокс вкладывает миллион долларов в строительство шляпной фабрики. Строится фабрика, покупается техника, нанимаются рабочие. Все вроде хорошо. Но точно такая же мысль. В то же время приходит в голову другим деловым людям. Мистеру Ноксу, Мистеру Кроксу, Мистеру Фоксу. Они все начинают строить шляпные фабрики. Или фабрики по производству шляп. Все хорошо, пошло производство. На рынок выгружены шляпы. Все раскупается, все хорошо. И вдруг бац. Первый сигнал Мистеру Фоксу. Шляпы покупаются все хуже и хуже. Шляпы покупаются все хуже и хуже. А, бац. А, бац. Заверный перенасыщается. И начинает. Он снижает цены на свой шляп. Мистер Крокс уменьшает производство. Мистер Нокс еще что-то предпринимает. И вдруг наконец Мистер Фокс объявляет о закрытии своей фабрики. Станки простаивают, красавеют, выкидываются. Рабочие выдвинуты на улицу. Наступает кризис. Наступает кризис. Тяжелое время. Но проходит какое-то время. Вдруг какому-нибудь Мистеру Дудлю, у которого лишний миллион долларов, возникает идея. Куда бы их вложить? Куда бы их вложить? Ну, смотрит, ходит, какие нищие люди, оборудовывают. А не вложить мне это дело в производство шляп. И точно такая же мысль приходит в голову Мистеру Кноблю, Мистеру Боблю и там еще кому-нибудь. История начинается с изнова. Вот я опускаю здесь некоторые моменты. Это некоторые упрощенные, но кое-что может неверное. Вот эта вот идея здесь показана хорошо. Противореченную междуобщественным характером производства и частным формам исходения. Значит, если более точно сказать, в чем причина кризисов, это... Или скажем так, нет. Материальная основа капиталистического цикла – это массовое обновление капитала. А кризисы наступают по причине относительного перепроизводства товаров. Вот здесь даже самое важное слово «относительное». Относительное по отношению к платежеспособному спросу. Не спрос, а к спросу. Потому что голодных много, да, обутых, разъедых, не имеющих, скажем, из-за необходимых. Но денег нет. Поэтому капиталистическая экономика не признает просто спрос вообще. Она признает только платежеспособным спросом. И вот эта материальная основа цикла, ее, так сказать, классической политической экономии называют, массовым обновлением капитала, вот она и говорит о том, что во время кризиса что-то закрываются заводы? В простой их производственной мощности. Рабочая сила бездействует, безработица, выкинута на улицу. Доходит до уничтожения части производительных сил. И кто вот читал, сейчас вот были неплохие публикации по Великой депрессии. То есть там уничтожались, уничтожались продукты, товары. Кофе, молоко вливалось в рейки, свинина резалась, выкидывалась. И после кризиса, после депрессии, начинается массовое обновление основного капитала. И закладывается снова материальная основа следующего цикла, следующего капиталистического цикла. Вот, скажем так, теоретическая сторона этого вопроса. Что еще нужно здесь добавить? Капитализм на месте не стоит. Капитализм был на ранних этапах. Он назывался капитализмом свободной конкуренции. Сейчас такого капитализма нет. Сейчас крупнейшее государство-монополистическое государство. И капиталистической экономики объективно присутствует в государственном регулировании экономики. И впервые, впервые, в наибольском массу его, так сказать, проявлении, это случилось после Великой депрессии. Когда перед миром капитала стал вопрос вообще выживания. Что делать? Потому что вот эти теории, что капитализм, невидимая рука рынка, все наладит, они полностью себя дискредитировали. И тогда американским президентом Франклином Рузельтом был разработан его специалистами так называемый новый курс, в основу которого легли работы известного буржуазного экономиста, видимо, Джона Кейнса. Джона Кейнса. Суть которых сводится к тому, что государство обязано регулировать экономику. И смысл этого государственного регулирования я постараюсь попроще сказать. То есть вот подъем резкий идет, затем резкий кризис. Так вот, предпринять такие меры, что во время той части капиталистического цикла, которая называется подъем, несколько издерживать воши, чтобы не так слишком росла экономика. И то, что во время кризиса предпринимать меры государственного регулирования, чтобы не давать слишком сильно падать. То есть поэтому кривая капиталистического цикла носит не такой выраженный характер, что подъем резкий, кризис, потом снова подъем, а вот такую плавную подъем, некоторое падение и так далее. и так далее. Поэтому весь комплекс мер, о которых я буду говорить несколько позже, вот направлено то, чтобы сглаживать, сглаживать вот эти острые углы капиталистического донора. Устранить в принципе невозможно. Это все понимают. И как это так в сторону уводит? Ну, такая жизнь, ничего не поделаешь. Но сглаживать это можно. И второе, на чем нужно остановиться, и это вот проявилось именно в нынешнем экономическом кризисе, что чисто экономическому кризису также сопутствуют различные другие особенности или виды кризисов. Но даже можно вспомнить по истории. Если вы помните, 70-80-е годы был экономический кризис и тот же нефтяной кризис. Наверное, помните, вы, да? Показывали в программе время, когда показывает Соединенные Штаты Америки, верится машин, которые не можете ехать, потому что нет бензина, и тут же у берегов Америки танкеры с нефтью. Танкеры с нефтью. Нынешний кризис, он был, точнее, сопутствовал и даже он начинался как кризис финансовый. Тоже небольшое отступление к уяснению. Экономики или политические экономики различают сферу производства и сферу обращения. Производство к материальной производству, где производят товары. Это заводы, где осуществляют их хранение, транспортировку. Вот сфера материального производства. Есть сфера обращения товаров. Они продаются, покупаются, прочее говоря. И, наконец, есть денежная сфера, которая как бы стоит над сферой производства. И она, по идее, должна быть отражением сферы материального производства и вообще помогать этому производству развиваться. Но что происходит в капитуристической экономике? Там происходит нечто другое. Сначала это сфера денежного производства, где господствуют крупные банки, финансовые компании. Она сначала становится над этим производством, а затем может и оторваться от него. Оторваться от него. Вот простой пример. Есть заводы, здания, там стоят станки, оборудование, машины и так далее. он имеет, все эти товары имеют определенную стоимость. Наряду с этим реальным капиталом, есть такой термин реальный капитал, есть акции и различного рода ценные бумаги, их очень много. Акции, облигации и таких только названий нет. Что стоит за ними? по идее они должны отражать стоимость этого реального капитала. Но происходит таким образом, что их на выпусках столько, что они в несколько раз превосходят стоимость реального капитала. Вот этот капитал получил название, очень точное название, фиктивный капитал. Фиктивный. То есть это мыльный пузырь, который рождется. По данным крупного известного американского исследователя Лароши, Мальчик Лароши, ну в Дарине не знаю как точно. Своё мнение только 15% вот этого фиктивного капитала вырос в акциях, облигациях, иных ценных бонах и так далее, ценных бумагах стоит реальный производство. Значит 85% это мыльный пузырь, мыльный пузырь. И когда начался экономический кризис, этот мыльный пузырь лопнул. Этот мыльный пузырь лопнул. То есть его сначала надували, надували, перепродавали друг другу, а потом он лопнул. Потом он лопнул. Ну как это происходит? Как происходит? Ну вот скажем, вот у нас здесь представитель докеров это представитель реального производства. Там есть пирсы, есть краны, есть специальная техника. Это стоит, скажем, не знаю, 100 миллионов рублей. Вот реальный капитал. А есть всякого рода банкиры, финансисты и так далее. Вот я достану бумажечку напишу акция ООО Ромашка 100 миллионов рублей. Ну понесу на рынок. Приду рекламу хорошую и на что продавать. Найдут за желающие купить. Вот Иван Михайлович. Купит, да. Продаст за 150 миллионов. Кто-то приятную бумажку, за которой ничего нету, 200 и так далее, и тому подобное. Вот простейший грубый пример, примитивный пример того, как функционирует этот эффективный капитал. То есть я хочу сказать, что нельзя понимать его так односторонне, что это совсем лично, надо отрезать. То есть капиталистической экономики, банки, финансовые компании, страховые компании, то есть вся сфера денежного обращения выполняет или обязана выполнять нужные функции. Поддерживать и помогать производству. На деле получается все наоборот. На деле оно поглощает производство и только ему мешает. Так вот экономический кризис мировой экономики начался как кризис финансовый. То есть прежде всего лопнули банки и крупнейшие финансовые компании. в среди штатах Америки это две финансовые компании пятипотечные колоссальные. Такие громадные казались толпы, которые никогда не упадут. Российское правительство прежде всего с подачи министерства финансов хранило там, то есть вложило туда известную сумму денег российских резервов. И затем пошли крупнейшие банки. Прежде всего те банки, которые занимались нереальным производством, занимались операциями на рынке ценных бумаг. То же самое произошло и у нас. То есть если вы посмотрите статистику, то 2008 год, когда вот очень начался кризис, сам год по инерции наша экономика закончилась плюсом. закончилась плюсом. То есть падения в экономике не было в целом. Были отдельные сигналы, отдельные симптомы. И только 2009 год вот нам дал реальный кризис, реальное падение производства, сокращение рабочих и заработки. Что в этих условиях нужно делать? не мудрость своего лукава. Понятно, что мы живем не при социалистической экономике, а капиталистической. Поэтому применять тогда методы капиталистического государственного регулирования. то есть те методы, хотя бы те методы, которые были разработаны еще, вспоминаем Джоном Кейнсом. Давайте еще раз вернемся. Кризис это когда получается все больше и больше разрыв между предложением и платежеспособным спросом. Что должно делать буржуазное государство, если оно хочет смягчить как-то проявление кризиса? Оно должно предпринять максимальные меры, чтобы стимулировать вот этот самый платежеспособный спрос. И опять немного к теории. Значит различают производство средств производства и производство предметов потребления. У Думарса об этом хорошо сказано и у нас была лекция посвященная расширенному простому воспроизводству. Кто предъявляет спрос на средства производства, то есть на станки, на автомобили? Это капиталисты. Действующие капиталисты, которым нужно строить заводы, обновлять технику и так далее. Предметы потребления потребляют рабочие. Поэтому государство должно предпринимать стимулирующие меры для того, чтобы повышать спрос производственного и спрос потребительского. Проще говоря, в том числе повышать потребительский спрос в условиях кризиса. Значит направлять деньги, резервы государственные, которые есть на повышение заработной платы. если будет в условиях кризиса повышаться заработная плата, вот вам повышат, вот 7 сидящих денег повышат заработную плату. Куда понесут эти деньги люди? На рынок, на приобретение предметов потребления. Значит будет дан стимул для повышения, то есть будет увеличен платежеспособность спрос на предметы потребления, и значит будет дан стимул для развития сферы производства предметов потребления. Проще говоря, тех предприятий, которые производят продукты питания, предметы потребления, и так далее. Если поддерживать производственные программы капиталистов, то будет дан стимул для повышения производственного накопления, для развития производства средств производства. Вот пример тот же Китай. Колоссальные средства в размере 700 миллиардов долларов были направлены именно на эти цели. В развитых странах Запада также там противоречиво, но большей частью значительные огромные средства были направлены на поддержку своих заводов, своих предприятий. разные методы, разные методы. Вот в Германии тому, кто сдавал старый автомобиль, давали на руку определенную сумму евро, и он покупал новый автомобиль. И в целом, в исключении, может быть, Опеля, германская автомобильная промышленность, вроде пока держится. Куда деньги были направлены России? банки? Прежде всего, прежде всего, огромная сумма, около 300 или 500 миллиардов рублей, была направлена банком. То есть, не в производство, а в производство. Опять-таки, в эту финансовую сферу, где и так был мыльный пузырь, который лопнул. Куда направили деньги банки? Они сделали две вещи. 350 миллиардов. Прежде всего, они погасили долги западным банком. То есть, деньги ушли на Запад на поддержку западных экономик. И второе, ну, можно догадаться, значит, у нас же резко начал расти курс доллара и курс евро. Потом деньги были наполнены на покупку иностранной валюты. То есть, зачем заниматься тяжелой работы, например, кредитовать промышленное производство, нести огромные риски, скажем, и так далее, когда можно купить валюту, положить не изменяюсь под задницу, сидеть, пить кофе, коньяк, кому что нравится, и ждать, когда получится на набавку огромная прибыль за счет роста курса доллара. То есть, он стоил 25-26 рублей, очень. В январе он уже стоил 33 рубля. Можно посчитать, взять калькулятор, как колоссальная выгода. И надо сказать, что правительство в лице Путина и Медведева, президента Российской Федерации, признали, что у здесь была ошибочка, ошибочка, и по ходу дела вроде как исправляли. Часть денег была направлена, точнее так, было принято решение о направлении части фонда резервного и фонда национального благосостояния на поддержку промышленности. Но потом, как-то вот, мне даже не удалось найти точных цифр, потому что все это где-то усыхало, и потом выяснилось, что вроде как значительная часть и не была направлена. Не была направлена. То есть получается, что вот в нашей стране, в нашей стране меры были такие, может, нерешительные, половинчатые, и в итоге мы имеем то, вот, те цифры, который начинал свое занятие. То есть у нас падение промышленного производства полтора, а то и в два раза больше, чем в развитых странах Запада. странах запада. Значит, подходим мы к основному вопросу, вообще, что, какую позицию мы должны занимать, и что мы должны поддерживать, что мы должны поддерживать нашей работе. то есть объективно, конечно, объективно, меры буржуазного государства, направленные на то, чтобы поддерживать платежеспособность спроса, они и нам выгодны. Нам выгодны, потому что, если будут разрушены производственные предприятия, если рабочие будут уволены, то и не будет той материальной основы социализма, которую писали в первом классе. Нету заводов, нету рабочего класса, никаких, так сказать, дальнейших движений. Поэтому все эти меры, я повторяю, буржуазного государства, любого, которые будут направлены на то, чтобы сохранить отечественное производство в условиях кризиса, поддержать, стимулировать, конечно, объективно выгодны. И второе, второе, значит, вот здесь мы эти вопросы вот разбирали совместно, коллегиально. Что получается? Что получается? Что у нас выявилось? Две вещи, две вещи. Первое, первое, есть такое понятие амортизация. Амортизация. То, чтобы производство нормально развивалось, любое производство, ну, в том числе капиталистическое, какое у нас есть, другого у нас нет. капиталист должен периодически, периодически заменять технику. Но, понятное дело, что есть процесс износа, износа этой самой техники. Есть такое понятие в экономике амортизация. Амортизация, капиталист, то есть капиталист должен каждый год, скажем, откладывать деньги в особый фонд, накопить их, и когда техника уже, срок службы техники подает к концу, купить новую. Я пока не говорю о расширенном воспроизводстве. Хотя бы, хотя бы купить такую технику, которая заменит изношенную, которую нужно же выкинуть. Вот этот фонд называется амортизационным. Что у нас получается? Стоимость основных фондов, основного капитала на первом варианте 2008 года по стране составила 60 миллиардов рублей. Извиняюсь, 60 триллионов рублей. 60 триллионов рублей. Ну, давайте сделаем допущение, что, скажем, технику надо менять раз в 10 лет. раз в 10 лет. Значит, наши капиталисты, российские, должны каждый год вот в этот особый фонд откладывать, резервировать 6 триллионов рублей. Там 600 триллионов. 60 триллионов рублей стоимость основных фондов. Значит, десятая часть 6 триллионов рублей. Ну, скажем, если не обязательно в каждый год менять там станки, можно это делать раз, два, три года, ну, условно, если за 5 лет, раз в 5 лет хотя бы производить массовые обновления, то нужно 30, то должно быть накопано 30 триллионов рублей. Сумма на порядок превосходит весь тот фонд благосостояния, резервный фонд, который был в распоряжении правительства, и что-то там еще осталось. как мы не пытались найти концов нету. То есть таких сумм на счетах предприятий нету. Значит, получается, получается, что у нас российский капитализм идет другим путем. Идет другим путем. Он не думает о завтрашнем дне. Не думает о завтрашнем дне. И, скорее всего, вот эта часть, скажем, расходов туристов, она перекочевывает в прибыль и дальше неизвестно куда. И вторая сторона этого вопроса. Вторая сторона вопроса это заработная плата. Об этом уже говорили, но об этом нужно говорить, поскольку понимает это только небольшой круг единомышленников. Это вопрос о том, что заработная плата и мы, скажем, пытаемся, принимаем здесь усилия, но нам приближено к стоимости рабочей силы. И если стоимость рабочей силы по тем расчетам, которые были сделаны специалистами фонда рабочей академии рядом профсоюзов, имеют границу от 160 тысяч, по-моему, до 240 тысяч рублей, то средняя заработная плата на конец прошлого года составила порядка 16-18 тысяч рублей. О чем это говорит? О том, что российский экстремент не только съедает те средства, которые должны быть заложены и сохранены в амортизационном фонде, но и цену, стоимость рабочей силы. ну вот что называется приехали, то есть мы имеем то, что сейчас имеем. Поэтому наша задача, я так понимаю, вот пытаться пропагандировать, предпринимать действия потому, чтобы пособствовать тому, чтобы профсоюзы рабочие поднимали заработную плату до уровня стоимости и предпринимать меры, чтобы как-то с теми возможностями, которые у нас есть, рекомендовать, заставить, конечно, мы не можем, но разное государство предпринимало те меры, которые нам может предпринять по отношению к тому, чтобы заставить капиталистов вот эти амортизационные числения направлять на восстановление производства. У меня все. Пожалуйста, какие вопросы? Нужно? У меня два вопроса. Вот поскольку мы дошли до дна кризиса, какое количество коммерческих банков у нас существовало и сколько лопнуло во время вот этого кризиса? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот поскольку у нас существует двух уровней система, вот есть госбанк, есть ставка репинансирования, и коммерческие банки, в первую очередь, как раз так, чисельские конторы, покупают у государственного банка к примеру поставки репинансирования и дальше уже дают кредиты по нему, если вам уже нереальным ценам для промышленности другим предприятиям. Так вот, если вы говорите, что имя Ведев и Путин признали, что была ошибка, почему тогда не ликвидирована двухуровневая система и не сделана одноуровневая система, то есть государственный банк напрямую сразу же кредитует реальность секретарь экономики. Спасибо. По банкам. Значит, в ходе разрушения социализма и реставрации капитализма буквально на протяжении нескольких лет наблюдался бурный розыск количества банков. в начале 90-х количество доходило до 2,5 тысячи. Это отдельный коммерческий банк. Затем пошел процесс монополизации, централизации и концентрации капитала, в том числе банковского. И количество банков снизилось до 1300, где-то вот на конец позапрошлого года. 1300-1200 банков. Да, на конец позапрошлого года, не прошлого. И затем где-то это количество уменьшалось на 100 банков в год. Я так округленно говорю. Из них больше половины по инициативе центрального банка, то есть лицензии у этих банков были отознаны по инициативе ЦБРФ за отмывание, легализацию неправильно наших доходов. То есть за мошенничество по сути дела. Что касается кризиса. Кризис безусловно он не просто подтолкнул, он и начался как финансовый кризис, в ходе которого рухнула часть банков. Ну вот я смотрел по печати порядка 20-30 прекратили существование. Прекратили существование. вот я отдаю должное то, что там все это не так делалось, но роль агентства страхования вкладов, которое было создано государством, а это мера государственного регулирования экономики, она прямой противоречит свободной рынка. Оно свою роль выполнило, потому что я не нашел каких-то публикаций или сказок или фактов того, что пострадали вкладчики. Конечно, все пострадали за счет того, что проценты не были выплачены. я не беру этот момент, а скажем так, чтобы не были возвращены вклады, вот у меня такой информации нет. То есть все эти банки были либо поддержаны агентством страхования вкладов, либо при помощи государства центрального банка им были найдены какие-то новые хозяева, новые собственники. И на сегодня, если не ошибаюсь, порядка 1100 банков. 1100 банков. И процесс укропнения банков он пойдет даже независимо от кризиса. Потому что мы страна капиталистическая и развиваемся по законам, объективным экономическим законам капитализма и у нас идет процесс укропнения, то есть концентрации, централизации капитала и промышленного и банковского и создания финансового капитала, финансовой олигархии. Так, и на второй вопрос. А я бы так ответил, что у нас в правительстве, то есть в тех органах, где решается судьба страны на сегодня, администрация, президент, правительство, у нас идет борьба двух линий развития буржуазного. Первое, это государственное регулирование экономики, а второе, у нас остались активные сторонники до того, что государство не должно вмешиваться, не должно вмешиваться, и рынок сам все отрегулирует. И решения правительства, вот как раз они покажут вот это противоречие, то эта сторона вверх возьмет, потом эта сторона. И высказывание первых лиц государства это прекрасно видно. Сегодня оно сказали, давайте поддерживать автомобильную промышленность, а завтра говорят, нет, давайте бросим ее на произвол судьбы. Какая сторона возьмет вверх? Это пока есть. Спасибо. Вопрос можно? Пожалуйста. Как я понял, может неправильно, что от кризиса проигрывают буквально все выграшившие выграшенные для меня статьи, я вот сказал, и олигархи разорились, и вот вы говорите, банки продукцию приходится уничтожать, кто его и все играл, и не так нет. Безусловно. Ты почему отказать? Сейчас я думаю. Значит, ну, я такого, по-моему, не говорил, что все проигрывают. Нет, я просто не говорил. Значит, однозначно проигрывают то, рабочий класс проигрывают, трудящий проигрывают, 100%. Что касается класса собственников, класса капиталистов, там кто-то проигрывает, а кто-то выигрывает. Во-первых, я хочу ответить на ваш вопрос, вы отметили, что печати, знаете, такие слезы кроводили, и льются, сколько потеряли крупные миллиардеры, крупные миллиардеры. Но здесь тоже надо разбираться, напишут, состояние там обрамовочия, 40 миллиардов, 40-то миллиардов. Как оно оценивается? Как оно оценивается? В большинстве случаев берется оценка вот эта, так называемой, рыночная, эффективного капитала акции. Но если у Дейпаски, вот как был завод алюминиевый Косноярский, так и остался, или как у Баканин, как был на Вильсии комбинат, так и остался. То есть реально-то техника как была, так и осталась. Но их рыночная вот эта оценка и эффективного капитала уменьшилась. Ну что это говорит, что он реально потерял. Ничего не потерял. Другое дело, что между ними второй, так сказать, вопрос. В ходе кризиса кто-то оботкрутился из капиталистов, но кто-то это приобрел, кто-то это приобрел. Вот крупнейший банк из питерских, ВЕВК. Один из первых, кто был банковочный, ВЕВК. Восточноевропейская финансовая корпорация. Огромный банк. Это холдинг банков. Там есть собственник, господин Гительсон, который был близок, скажем, к администрации и, скажем, обслужил пенсионеров города. В самом деле было несколько миллионов человек. Огромная, сказать, филиальная сеть. Ну и что в итоге? Значит, Гительсон сидит сейчас в Москве, там, не знаю, матроски еще, руководство банков. Значит, и сейчас там новый собственник. А банк остался или заряженный? Банк остался. Его поддержало сначала государство, агентство страхования вкладов, но затем был подыскан новый собственник, который сейчас руляет этим банком. И то же самое с другими банками, и промышленными предприятиями, и страховыми компаниями. То есть там в конечном итоге просто происходит смена личности собственников тех или иных предприятий. маленький тупо по теме. Значит, рабочие сейчас как просто группы должны забастовки устраивать. Например, чтобы украсить, если я сейчас перескат, я там в черташу пусть они просто не поймут. Просто группы призвать забастовку так, что ли? Это интересный вопрос. Я бы, здесь лучше бы послушал тех, кто непосредственно участвует в этом деле. Знать, как-то тяжело советовать с высоты. Вот скажем, на автовазике в легшей ситуации. Как нам поступить? Значит, я думаю, дело не в забастовках, паршире надо. Должны быть коллективные действия. Потому что если кто-то один будет выступать, ничего не делает. На любом. Я не забастовку говорю, а коллективных действиях. Это более широкое, более емкое понятие. А забастовка как один из шагов. А коллективные действия они предполагают очень широкий спектр действий. Создание и усиление профсоюза. Конечно. Пожалуйста. Интересно, вот, ситуация, вот, говорили, перед вашим приходом. Союз развалили, единая система. подавляем. Сегодня ехал по городу, куда пешкучи, знаете, такие жадкие. Татаркин. И вот, значит, интересный вопрос. Наблюдаем, что это дело, так называемое. Обезьяны, что у нее были, на западный этот манер переехали. крах, ясно, так доказывает обещая система. Но, СССР, единая банковская система была. Единая банковская система. Вот сейчас, какой выход, опять, если бы, вот, допустим, ну, более-более решение, опять, вот, в обратной единой банковской системе. Это лучше было бы? Или вот этот вот диспредел бы, наверное, вы таки? С точки зрения развития капитализма, государственного регулирования экономики, как, передовых методов регулирования капитализма, конечно, это лучше. В самый момент, в самый момент, когда я говорю, вот сейчас вот народу бы подняться, объяснить, что в самый момент сейчас, вот, как говорится, кризис поставили, капитализм. Ну, естественно, они же, где, у них же тоже поджимки присутствуют. Но, понятно, и руководители, стараются поддержать, чтобы общество как-то удержать, удержать от всяких умений, потому что они в ситуации не сходят крайне. Вот, по идее, правильно? Пожалуйста, Катюш, пожалуйста. Вы призвали вселенную экономической борьбы рабочего класса, с чем я, в принципе, согласен, да? Не считаете ли вы, что нужно смотреть на вопрос шире, иначе мы будем в дурной бесконечности? Кризис, значит, некий треподъем, опять кризис, опять рабочие страдают, потом опять некий треподъем, опять кризис. Это вот самый оптимистический сценарий в рамках капитализма. Не считаете ли вы целесообразным период кризиса использовать для широкой политической пропаганды, для пропаганды, для исторической миссии рабочего класса, как могильщика капитала, в принципе? Я всячки за любую широкую пропаганду, но состояние это сделать сейчас или нет? Что состояние? Начать пропаганду или сверху класть капитала непосредственно? Непосредственно. Кто сегодня сверху класть капитала? Нет, значит, вопрос не о том, кто сегодня сверху будет класть капитала. Если не начинать пропаганду исторической миссии рабочего класса, и завтра никто не сверху. Значит, хорошо, я на ваш вопрос отвечу вопросом. Вообще вот может человек изучить алгебру не изучив арифметики. То есть мы столкнулись с тем, что вообще материальная основа социализма является крупное промышленное производство. А кто совершает революцию? Рабочий класс. Если нет крупного машинного производства рабочего класса, то все воззвания и желания о том, что политическая пропаганда они бессмысленно могли. То есть мы столкнулись с тем, что начинать надо сразу. И вот этот рабочий класс должен уметь сначала сформулировать простейшие вещи. Мы столкнулись с тем, что даже простейшие вещи это заключить коллективный договор на предприятии. Сформулировать, даже рассчитать в стройме своей рабочей силы. И это единичный случай. Поэтому начинать надо сразу. сформулировать. Пожалуйста. У меня другой вопрос. Правильно я понял, что Кеннис придумал штуку, теперь правильные разработки макса Регулирование – это тоже скрытая механизм перераспределения средств. Очевидно, что сегодня государство активно вмешивается в экономику, происходит национализация, ну и какую-то отрасль, например, банковская. И недавно президент заявил о том, что мы остаемся на прежних рейсах либеральной экономики. И, конечно, что подруганывает дальнейший шаг – это приватизация каких-то, ну, отрасли. То есть, получается очередное предопределение тех же народных государственных средств. И так постоянно-постоянно будет происходить, на мой взгляд. Правильно. Я с вами полностью согласен. Что касается Кейса, я упустил момент, но вот у нас будут там дальнейшие занятия. Вот инфляция, да? Самый показательный пример. Инфляция, значит, что это такое? Отобрав на стороны инфляции. Обесцененные. Это вот у всех трудящихся, если у рабочих, отнимают деньги. Так вот у Кейса механизм такой, что инфляция, инфляция только на рабочих. Только на рабочих. То есть, цены повышаются на все. Только и на стоимость рабочей силы. То есть, в прошлом году какая-нибудь инфляция? 12-13%. 13% было, да? То есть, каждый год мы вылазим за 10%. То есть, тем самым, вот этот идеальный механизм, идеальный механизм, отнятие рабочего класса чего-то. Потому что, кто виноват инфляцией? Вы приедете, вы к своему, сказать, директору... Я оцениваю. Он скажет, а я за инфляцию не отвечаю, а он не отвечает, действительно. Вы отвечаете, что это уже важный государственный. То есть, я сам полностью согласен по этому вопросу. Я согласен. Согласен, конечно. Конечно. То есть, вот метод, да, в том числе, перераспределения дохода, национального дохода. В пользу и определенных классов, и от рабочего класса, прежде всего, в пользу бургазии. Для кого-то инфляция, для кого-то не инфляция? Конечно. Ну, вот даже посмотрим, что было сделано в начале 90-х годов. Вот это гиперинфляция, так называемая. И что она была сделана? Ты что, знаете, она была сделана? Собственно, всегда награбли. Сначала надо ограбить. Стоимость, стоимость, вот национального богатства, заводов СССР, 20-мя копеечной. Их быстро купили. Наиболее предприимчивые и ловкие. За бесценок. За бесценок. Пожалуйста, еще вопрос. Вот такой, как раз, вот, промелькнула историческая ремизия. Не мог только без шума. Не могли, вот, классики наши, в какое-то загружение тогда впасть. Ведь те рабочие, которые жили за 150 назад, они очень отличаются от современных. Совершенно. Они были, среди них было много людей талантливых, честолюбивых. Но социальное происхождение давало возможность проявить себя. Вы помните, этот указ о кухаркиных детях у нас. И военную карьеру нельзя было сделать. В армии офицеры все дворяне были. Поэтому у них росло такое понятие. Вот и активность, и социальная активность, и пассионарство. Сейчас есть понятие. А вот социалист наш, он с рабочими, сыграл такую злую шутку. Кто в рабочий пошел? Те, кто в школе учились на блэке на тройке, или лентяне. И в рабочий класс. И тем более, всегда как-то поддерживают. Можно сто раз прогулять, и все равно-то без пуска хлеба не оставить, тебя обещают перевоспитывать, брать на пороги. И рабочий класс не только лимпенизировался, он дегралировался, собственно, сейчас. Вот сейчас, если к рабочему подойдет, он в обидный пирог. О чем они говорят? О чем угодно? О футболе, о домино, о рыбалке, о чем угодно. Начинают, чтобы вот так вот говорить, им сразу не интересно, они уходят. А вот среди тех, например, Фрукзов, Светлый, Калинин, Токарь там, Агутберг, Ефимов, там, Спино, Звездки, то есть те кто-то... Спасибо. У меня предложение давать, мы учтем ваше мнение. Все-таки сейчас экономические кризисы, и мы вот эту тему, она отдельная, постараемся обсудить, может, даже во втором семестре. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, с вами. Следующий, последний вопрос о взаимодействии, тимичка, у Ленина в работе, разведывающегося к циталям в России. Противоявлечен, такую стану приводит из Маркса. Последней причиной всех действительных кризисов остается всегда бедность, ограниченность потребления масс, противодействующая стремлению к оптичистическому производству, развивать производительные силы таким образом, так и если бы границы их развития, вспомнили же абсолютная потребительная способность общества. То есть вот этот вот примет, который мы вначале привели о шляпах, он немножечко такой искусственный. Он односторонний. Шляпы, да. Односторонний. Он не покупает шляпы не потому, что много шляпок, а потому, что денег нет на шляпы. И вот отсюда борьба за повышение зарплаты и до восторги за повышение зарплаты, они вот несут очень большую роль позитивную с точки зрения выхода из кризиса. И вот тут еще буквально два слова. Говорят, что повышение зарплаты якобы приводит к инфляции. Это в корне неправильно. Но в искусственной контракте приводит к увеличению противоспособного спроса. С увеличением противоспособного спроса увеличиваются объемы производства. Даже если не вкладывать дополнительное средство в развитие средств производства, все само по себе наращивание объема производства приводит к удешевлению продукции. Происходит дефляция, инфляция, производит удешевление продукции. Ну и дальше Ленин, вот после этой цитаты из Маркса, он тут указывает, что те, кто ограничиваются этой цитатой, они неправы. Потому что еще большую роль играет спрос, как Вы совершенно верно сказали, на средства производства, на группу А. Но это уже вопрос стимулирования спроса на средства производства, развития средств производства. Это уже вопрос, так сказать, который мы и в государных рамках решать не можем. А что касается борьбы экономической, борьбы рабочих в классе, в том числе экономической, это вот прямой путь к смягчению кризиса и выхода из него. Это раз. И потом еще раз два слова, товарищи по поводу рабочих, по поводу соотношения политических и экономических требований. Когда Владимир Ильич в 90-х годах, в 17-х годах, перешел в Востоку буквально, еще, нет терпения, пожалуйста. Нет, нет, я снова всех. То есть у вас слова, значит, перешел, когда Владимир Ильич включился в политическую борьбу, рабочих нас, Россия или мир, опыт нескольких десятилетий упорной экономической борьбы. И поэтому то, что несли мы Ленин, Лиханов и их соратники и товарищи, оно встречало живой отклик. Почему? Потому что люди до этого боролись своими методами, как могли, и получали по зубам. Когда люди получают по зубам, у них очень большой интерес проявляется к тому, как вот научиться бороться. И поэтому, совершенно верно, товарищ говорит, совсем другая атмосфера на заводах, но это связано не только с тем, что вот он говорит, что вода зажатость, остатки фиодальной сословности и так далее, но и с этим опытом борьбы, экономической, политической, потому что политической борьбой, но не бухгартической, да, этого. Вот все, спасибо. Вот он. У меня вот тоже вопрос, как бы по поводу Китая-переденого, да, к примеру, то есть и непосредственно СССР, которые находились в развитии, да, социализма, вы находились как мировая экономика и были тоже подвержены кризису, да? Безусловно. Это же влияние мировой кризису. Безусловно. А как тогда выходить, то есть по большому счету? Ну, то есть вот мы говорим о падении, и там, на мой взгляд, Китай, это может тоже не выдержать, так. Движение, если мы отталкиваем. Пока мы реализуем, так же. Еще один вопрос, да, противоречия, которые здесь поделились, да, то, что сегодня, на мой взгляд, есть средства потребления, есть средства производства, да, то есть вот промышленный капитал или капиталисты, ну, я не знаю, они, на мой взгляд, есть, они не заинтересованы, в большей части вкладывают свои средства в развитие средств производства, так как это несет долгосрочную, так скажем, ну, долгосрочную прибыль, то есть, ну, сколько нужно будет и на время наложить там, в развитие своего производства, и когда вы получите, мы тут говорим о накормленном производстве, да, как заинтересованы капиталисты? Совершенно верно. На сегодня мы имеем пример в большей части того, что вот кратковременные, сиюминутные интересы преобладают. И вот роль тоже вот это вот в условии государственного, да, регулирования, когда государство сегодня активно участвует, а потом, да, вкладывается деньги сегодня в передовые отрасли, а потом эти передовые отрасли буквально приватизируются, я боюсь, сейчас наверняка. Это выступление будет, спасибо. Можно реплику, да, по соотношению экономических... Здесь сейчас, значит, к вопросу тогда мы закончим, и давайте несколько выступлений, пожалуйста. Да, есть работа Ленина, что делать, да, что он абонирует в той точке зрения, что нужно сначала провести долгую и трудную экономическую, а лишь потом начать за инновацией. там четко и ясно пишут, что любое принижение политарской идеологии, да, любое отказ от политической агитации ведет к усилению буржуазных. Ну, во-первых, спасибо большое за очень интересную лекцию, очень хорошо. Теперь вот в плане, вот, в котором поступили вопросы, вот забастовка, то, что вы говорили. Виктор Иванович еще правильно сказал, что должна быть программа коллективных действий. Забастовка – это один из элементов коллективных действий. Теперь, что же выдвигать? Вот, то, что говорилось об эмоциональных предшествиях. Вот, рабочие сами заинтересованы уже капиталистическим, буржуазным режимом, а не социалистическим. Значит, мы должны и мыслить сейчас, пока не перешли в другое общество, и мыслить с капиталистических позиций. Так вот, так вот, значит, амортизационное отчисление – морд, смерть, аморд – неумерание, недопущение – неумерание. Где, на каких предприятиях выступили за то, чтобы заходы сохранялись. Ведь что происходит? Вот, тоже сито, это хлебозавод. Один процент амортизационных отчислений понесили собственники. А престолические расходы выросли, машины крутые, купили все крутые. Но таких же предприятий у нас много. Отсюда купили футбольные клубы, замки, яхты, потому что все ввели в прибыль. Так вот, это как программа коллективных действий – не допустить умирания предприятий. Или другой вопрос. Если мы в рамках капиталистического «Живем мира», где вообще выдвинули те же рабочие, что вообще не плоская шкала налогообложения, как у нас, 13%, а прогрессивная. Ведь эти требования могли бы, во-первых, у нас оригарм платит 13% и тот, кто ничего не имеет, тоже 13%. А если посмотреть Европа, Америка, так там кто-то освобождается от налогов, а кто-то прогрессивный, там, 50% и больше процентов заплатит, и 70%, до концепции динамских стран совершенно правильно. То есть, и надо же обязательно, чтобы выработаны были требования. Теперь, что касается, вот говорили, вот такую ленинские, как бы, значение потусмело, что Джон Кейнс придумал такую штучку, как выразили. Значит, это государственное регулирование. Государственное регулирование не только в регулировании, а существует вообще программа. У нас есть программа, вот скажите, пожалуйста, о социально-экономическом развитии страны? Да нету ничего. Нету. Есть консенсия, подписанная 28 ноября 2008 года. Вот там, да, 17 ноября, 2008 года. Концепция социально-экономическом развитии страны. Хорошая концепция. О ней они забыли. А вот и в концепции должно перейти в программу. В программе есть программа развития, есть строго направленные в государственную отрасль, в государственную реальный сектор экономики деньги, и по этой программе должно развиваться. Это выгодно. Теперь, что только такие не было, а посмотрите наш город. Основан Петром Первым. Промышленные предприятия закладывались, верфи закладывались, города строились, заводы строились, северная война продолжалась 21 год и требовала больших затрат. И несмотря на это развивалась. То есть деньги направлялись в реальный сектор экономики. Отсюда и рост. То есть государство жестко регулировало, а это что, социалистический проект? Нет. То есть можно и капиталистическим, но серьезно должны иметь программу социально-экономической структуры. Вот с чем хотя бы надо сформулировать и идти с программой коллективных действий. А просто организовать забастовку и не выделить требования, не выделить даже не подписав тот же коллективный договор, ну это пустую выход будет. У нас 22-го 10-го следующие 4-го занятия называется Классы и классовая борьба в капиталистическом обществе. То есть мы из кризисов, вот из сегодняшней такой вроде как академической темы, экономические кризисы при капитализме, мы вышли на классовую борьбу. Поэтому у меня предложение продолжить обсуждение на следующем занятии. Классы и классовая борьба в капиталистическом обществе. Старший преподаватель Рысик Юрий Львович. Так что пожалуйста. 22-го сиди. Выиграй. В следующем 4. Да, все как обрабатывается. Рысик Юрий Львович. Рысик Юрий Львович. Спасибо.